Вот в такое состояние всего-то за два года пришло ограждение этой спортивной площадки. Но все это сделали не вандалы, а футболисты, чьи мячи постоянно бьются об эту сетку. Именно поэтому вот уже второй день доступ к полю имеют только рабочие. Они срезают сетку и монтируют двухэтажные металлические заборчики. Дешево и надежно объясняет выбор материалов ответственный за городские спортплощадки. На эту площадку выделено около 140 тысяч рублей. Здесь мы используем новые технологии. Это ограждение из профильной трубы. Оно практичное, оно менее экономически затратное. И в дальнейшем мы планируем обновлять дальше площадки по мере возможностей. А почему тогда изначально эти площадки используются с использованием этой сетки, если спустя пару лет нужно все менять? Просто раньше профильная труба была очень дорогая и экономически затратно было. Сейчас в данное время мы используем, потому что экономически очень выгодно это делать и практично очень получается. То есть площадка будет служить долгие годы. Это как нельзя кстати, уверена председатель местного КТОСа. Относительно новую спортивную площадку облюбовали многие местные жители. Кто в футбол, кто в волейбол, команды даже договариваются между собой о времени игр. Да и как оказалось, далеко не все площадки открыты с утра и до вечера. Например, в соседнем дворе такую зону закрывают на ключ, пуская только жители ТСЖ. Именно поэтому здесь такой наплыв любителей спорта. Придется потерпеть, придется потерпеть. Когда мы осваивали этот проект и делали сквер, жители с нетерпением, конечно, ждали этого проекта. Вот теперь в течение трех лет мы уже пользуемся большим красивым сквером. Но мы будем ждать, когда будет настоящая полноценная, добротная площадка. Будем заниматься. Ремонт обещают закончить до конца этой недели. С таким крепким ограждением можно думать и о зимней заливке поля. Дворовых хоккеистов здесь много. Резиновое покрытие выдержит, уже выяснила председатель КТОСа. Кстати, до конца этого года в городе обещают подлатать 29 хоккейных и 15 спортивных площадок. Денису у нас Андрей Кузьмин. Антенна-7.